Сдать личные вещи и мобильный телефон, показать паспорт, пройти процедуру досмотра с металлоискателем. Так родители погрузились в атмосферу ЕГЭ. Организаторы сделали всё, как на настоящем экзамене, не пропустив ни одного пункта. После этого мамы и папы по спискам распределились по аудитории. Уважаемый участник экзамена, сегодня вы сдаете экзамен по истории в формате ЕГЭ с использованием технологии печати, полных таблеток, экзаменационных материалов и аудитории ПП. Родители уже сдавали математику и русский язык. На этот раз они писали экзамен по истории. Участники прошли подробный инструктаж, заполнили кимы и в течение 30 минут выполняли задания. Акция «Сдаём вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» уже стала традиционной и направлена на снижение тревожности учеников и родителей перед госэкзаменами, знакомство с процедурой проведения ЕГЭ. Мне стала интересна процедура сдачи ЕГЭ, то есть как проходит, какое эмоциональное напряжение, какие эмоции испытывают дети. Также интересны вопросы, заполнение бланков, ну вот вся процедура. И чтобы в дальнейшем помочь своему ребёнку, проинструктировать. В этом году я записалась ради интереса ещё и наблюдателям на реальную сдачу ЕГЭ летом детьми. Тоже интересно, как дети сдают. Напомним, что в этом году выпускникам можно будет пересдать один предмет ЕГЭ. Чтобы это сделать, нужно подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию своего региона до конца приёмной кампании. Первую попытку при этом аннулируют, независимо от того, выше или ниже окажется результат после пересдачи. Это право будет действовать в основной период ЕГЭ, который начнётся 23 мая. В досрочный период с 22 марта по 22 апреля получить вторую попытку будет нельзя. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.